здравствуйте сразу должен две вещи обговорить во первых я естественно не социолог как собственно видно из аффиляции поэтому прошу простить меня иногда будут цитировать социологов если скажу что то что не вписывается в канон и пожалуйста не больно не бейте и второе я в отличие от анны да если у анны доклад ее был по итогам многолетних в прямом смысле слова исследований то есть я за ее работами довольно долго слежу и многие из них читал так или иначе то у меня это даже не скажем первый подход к снаряду да если продолжать аналогию с тяжелой атлетикой я вот только-только посыпал тальком руки буквально поэтому опять же да здесь я постарался как-то пройти на грани эмпирики и теории стараясь не делать уклоны ни туда ни обратно вот в общем что вышло то вышло слайд для начала да опять же я начну не с теории я начну с того почему я вообще об этой теме задумался как она пришла мне в голову и из-за чего я начал над ней работать да ну как наверное любой молодой человек в санкт-петербурге хоть сколько-нибудь социально активный я довольно большое время проводил естественно ночью в нашем городе особенно в летний период но не только в него и это также опять же до ночной образ жизни свойственный многим молодым людям рано или поздно натолкнул меня на мысль о том почему вообще должны быть только дневными существами кто сказал что люди животные дневные почему все должно умирать ночью почему все должно прекращаться да почему у нас там транспорт не ходит 24 часа в сутки то есть естественно на этот вопрос есть довольно много экономических психологических и так далее ответов я сейчас не буду на них останавливаться да в тот момент когда меня этот вопрос заинтересовал меня совершенно не интересовал научный ответ меня интересовал вопрос чисто житейские и далее в какой-то момент я натолкнулся на сборник произведений франсуа мариака под названием не покоряться ночи наверное следующий слайд да не буду полностью зачитывать суть в том что вот это вот фразу не покоряться ночи только мариака после нее стоит ноготочь я после нее поставил осуществительный знак сделал скажем так девизом всей своей будущей работы следующий слайд что у нас как у нас вообще изучена ночь из того что я успел осмыслить понятие прочитать ночь у нас изучена совершенно неадекватные ее важности для нашего современного общества быстро меняющегося здесь я цитирую социолога симонову который писал о антропологии ночи венкийской деревне но да опять же все эти работы в первую очередь социологически на которые наталкивался они так или иначе концентрируются на каком-то очень узком скажем так секторе пользования ночью потребление ночи если вам будет угодно в первую очередь да чаще всего это ночные клубы опять же наверное по понятным причинам это такое наиболее видимо явное проявление ночной активности опять же да большинство исследователей молоды ну и в общем все понятно я думаю не надо углубляться вот но тем не менее да для меня это оказалось явно недостаточным потому что ну собственно затрагивается по сути до 12 сектора может быть огромной ночной активности как мы видим дальше и совершенно этого недостаточно чтобы вообще понять что происходит поэтому следующий слайд я обратился к вопросу что у них тут же натолкнулся на две концепции ну то есть натолкнулся будет сказать неправильно да с работами джейн джейкобс я был знакомый до того как начал интересоваться этой тематикой тематикой ночной жизни ночной активности экспансии в ночную жизнь и первая концепция это собственно концепция 24 часового города она явно не была предложена джейн джейкобс но она очевидным образом следует из ее работ и всегда те кто писал о 24 часовом городе отсылали к работам джейн джейкобс ну в первую очередь естественно книги жизни смерть больших американских городов но не только к ней здесь джейн джейкобс противопоставляла модернистское функциональное зонирование этому это идея вот этого зонирования противоставляла идею полифункционального города и полифункционального не только в пространстве но и во времени она написала о том что у нас есть квартал одних офисных зданий квартал только магазинов квартал только ресторанов и квартал офисных зданий умирает в определенные часы когда работа заканчивается собственно все покидают этот квартал и ни один уважающий себя бизнесмен никогда не откроет ресторан в этом квартале просто потому что никогда не будет клиентов то есть да там какие-то могут держаться столовые которые будут собственно окормлять скажем так работников этих офисных зданий, но, да, вот 6 часов вечера, поток схлынул, все, пустой район, обслуживать здесь некого, здесь нет постоянного населения, здесь нет даже пришлого населения, то есть, да, скажем так, ночного, дневного, условно говоря, просто потому что ему некуда здесь идти, стоят офисные здания, и все. И она писала о том, что, наверное, нам бы хорошо для того, чтобы наши города не умирали по ночам частями, да, потому что город слишком сложная, слишком сложна ткань города, да, если у нас какие-то куски отдельно этой ткани выпадают, то у нас это начинает распространяться зачастую на другие соседние территории, и она писала о том, что давайте вот наш город будет максимально полифункционален, давайте у нас все пространства будут максимально использоваться не только в пространстве, но и во времени. У меня, к сожалению, не вошла картинка в презентацию, но есть прекрасный пример того, о чем я говорю, очень наглядный, называется рисунок скамейка, и там, собственно, нарисована скамейка, да, и каждый час вот показано, кто пользуется скамейкой в данное время, да, там, грубо говоря, ночью на ней спит бомж, потом там в 5-6 утра приходят дворники, потом там, не знаю, мамы выгуливают детей, потом пенсионеры, потом еще кто-нибудь, там какая-то компания там выпивает, потом там целуются влюбленные и так далее. То есть объект постоянно находится в беспрерывном использовании, он все время кем-то занят. Это одна и та же скамейка, да, но временные зоны ее использования очень сильно отличаются. И вторая концепция, это ночь как фронтир, социолога, опять же, американского Мюррея Мелбина. Здесь, наверное, немножко стоит остановиться на том, что такое фронтир, буквально пару слов. Концепция фронтира была предложена американским историком Фредериком Тернером, как основополагающей идеей для понимания, в принципе, американской истории. Тернер писал о том, что, да, если вы знаете, заселение Соединенных Штатов Америки европейцами началось с восточного побережья, и затем продолжалось постепенное движение на Запад. И вот на Западе постоянно возникала ситуация, когда, грубо говоря, законы с Востока еще не пришли, но уже есть люди, которым приходится как-то взаимодействовать там с коренным населением, с индейцами, с самим пространством и как-то устраивать свою жизнь. И Мелбин, да, и Тернер умер раньше, чем американцы дошли до Западного побережья окончательно и закрепились там, поэтому не увидел, что случилось с миром, где нет фронтира. Но вот концепция фронтира с тех пор, она постоянно всплывает, да. У нас ее стали применять к истории покорения русскими Сибири, затем начали искать новый фронтир. В мире там в какой-то момент заговорили о космосе, как о последнем фронтире, особенно с появлением в 60-е и 70-е большого количества космических сериалов, там эпопеи, тех же «Звездных войн» и так далее. Но не суть. Суть в том, что эта концепция оказалась удивительно устойчива, и Мелбин в 70-е годы, в 78-м году вышла его программная статья, которая так называлась «Night as Frontier», он там говорил о сходстве ночи и фронтира. Следующий слайд. Не все я выделил, я выделил основные здесь для нашего понимания степени этого сходства, да, это поступательность экспансии, более редкое и гомогенное население фронтира по сравнению с основной зоной расселения, поселения изолированы друг от друга, да, здесь Мелбин говорил о том, что наши зоны ночной активности в городах, они точно так же изолированы друг от друга, да, у нас есть вот здесь там три ресторана, здесь там два кафе, но вместе они не составляют сплошной зоны никогда. Высший уровень беззакония и насилия, и, казалось бы, на первый взгляд, довольно парадоксально, но при этом больше дружелюбия и желания помочь. Опять же, Мелбин, он, естественно, не был голым теоретиком, то есть все это он основывал на своих эмпирических исследованиях, проводившихся в Бостоне в основном в 70-е годы. Там действительно подверждается его концепция. Я здесь остановлюсь, пожалуй, только на двух. Следующий слайд. Первое – это более редкое и гомогенное население, да, здесь на графике видно, собственно, распределение населения процентов, да, мужчин и женщин, и, соответственно, видно, что у нас, во-первых, естественно, ночью население меньше, чем днем, ну, в общем, очевидный факт. А второе – то, что гораздо больше мужчин. Это где? Это Бостон 70-е годы. Улица или что? Это улица, по улице проходившей, ну, по центральной улице Бостона, если я не ошибаюсь. Это женщина. Да, пунктиром это женщина. И, да, при этом мало того, что здесь было распределение по полу, естественно, было еще строгое распределение по возрасту, опять же, да, то есть что из наших каждодневных наблюдений мы можем вынести. Видите, в Бостоне в 70-е годы картина была примерно схожей, то есть после полуночи и до 5 утра не было замечено никого старше 59 лет, и между двумя и пятью часами ночи никого старше 41 года. То есть ночью город превращается в территорию более активного, молодого, и, в первую очередь, мужского населения, что, да, лишний раз подчеркивает сходство с территорией фронтира. Естественно, туда не женщины и дети шли в первую очередь, а вот взрослые и молодые мужчины, которые, собственно, эту территорию покоряли и присоединяли к остальной территории. Следующий слайд. Второе, на чем чуть-чуть остановлюсь, это уличная преступность, то есть больше беззакония и насилия. Здесь, собственно, да, опять же, Бостон, 70-е годы. Что чем отмечено? Сплошной линией это у нас проценты всех столкновений, то, как это постулируется в американской криминальной статистике, ну, грубо говоря, да, здесь можно сказать, там, поножовщина, стрельба, драка, все подряд. И, соответственно, пунктиром это у нас население, да, количество населения активного в данный момент. То есть видно, что, несмотря на то, что количество населения к ночи явно снижается, уровень преступности при этом возрастает. Здесь, в первую очередь, идет речь, конечно, об уличной преступности, поскольку нас интересует сейчас пространство, где люди взаимодействуют. То же самое, да, если мы обращаемся уже ближе к нашим временам, примерно те же самые данные получились, когда в начале 2000-х исследовали ночную жизнь Лондона. Здесь слева у нас зоны повышенной концентрации занятости, ну, собственно, зоны концентрации занятости в так называемой вечерней экономике. Ну, понятно, что в первую очередь это бары, рестораны, кафе, подобные заведения. Справа у нас данные о уличной преступности тоже в эти же часы, когда активно вот эти бары и рестораны. Видно, что так или иначе эти зоны, естественно, пересекаются. Понятно, что там, где будет больше людей, там будет больше уличной преступности, само собой, потому что, да, уличная преступность без людей не существует. Но при этом, да, если мы вспомним на секунду вот тот тезис о том, что больше дружелюбия и взаимовыручки, он тоже работает. Опять же, там были проведены эмпирические исследования, грубо говоря, прохожим задавались одни и те же вопросы днем и ночью, и ночью количество желающих помочь всегда было выше, да. Днем мы бежим, мы существуем строго в своем ритме, у нас свои дела, мы вряд ли будем останавливаться где-нибудь на Невском и там отвечать прохожим на его вопрос, у нас просто времени нет. Ну, или мы считаем, что у нас нет времени. Ночью, да, мы чувствуем себя как вот действительно поселенцы некой, да, фронтирной территории, мы как-то выделяемся из всего остального населения, когда мы встречаем человека, но если он не, понятно, да, там не активно маргинален и не с какими-то, да, там с какими-то своими такими, грубо говоря, мобильник у нас хочет отжать, вот, то во всех противных случаях мы, скорее всего, ему захотим помочь, поскольку, да, мы чувствуем с ним какое-то общее единство. И здесь я перехожу, собственно, к нашим, подожди, к нашим городам, постсоветским и советским городам, да. Следующий слайд. Что касается уличной преступности, здесь из, опять же, художественного произведения Ричард Бах, книга единственная, он там пишет о том, как они в ходе выдуманного путешествия попали на Красную площадь, о том, как там много людей гуляет, при том, что это поздний вечер, и он говорит о том, что для Нью-Йорка это место, то есть Красная площадь, было слишком просторным и не хватало страха ночных улиц. Действительно, в советских городах до очень долгое время был гораздо ниже уровень уличной преступности, чем в крупных городах западного мира, в первую очередь американских, с Нью-Йорком очень любили сравнивать, и там действительно был разгул преступности до конца 80-х годов, и на этом фоне Москва выглядела чуть ли не раем. Но здесь, естественно, нужно понимать, что в советских городах, от американских в первую очередь, отличало практически полное отсутствие социального расслоения, в том числе, это очень важно, пространственного, то есть сегрегации пространственной. Во-вторых, практически полное отсутствие наркоманов и бездомных, я здесь не буду говорить всегда, я здесь не буду говорить, их не было никогда, я не буду говорить, что их не было вообще, но сравнивая Нью-Йорк и Москву, условно, конца 80-х, тогда это два очень разных города по составу своего населения. И в-третьих, собственно, не было активной ночной жизни, то есть, возможно, и была бы уличная преступность, если бы преступником было кого грабить, грубо говоря. Вспоминая, да, опять же, советские фильмы, чем занимается советская молодежь, если она что-то делает в городе ночью, как правило, она гуляет, потому что делать больше нечего, вы не можете никуда зайти, ничего не работает. Для иностранцев, да, опять же, косвенно об этом свидетельствуют инструкции, которые выдавались фирме Интурист, которая возила тогда иностранцев по Москве, была экскурсия «Ночная Москва» или «Вечерняя Москва». Да, но суть в том, что обычно в таких экскурсиях пытаются представить там ресторан, в общем, «Ночную жизнь». В экскурсии «Ночная Москва» показывали те же самые памятники и здания, которые показывали в экскурсиях «Подневной Москвы», только ночью. Поскольку «Активной ночной жизни» до конца 80-х в Москве не было. Там она теплилась при крупных гостиницах, особенно там, где были иностранцы. Опять же, да, вот эта вот неформальная ночная активность, возможно, ее уровень был даже выше, чем сейчас. То есть, опять же, да, обращаясь к советским фильмам, к каким-то заметкам о том времени, когда люди гуляют, встречаются у памятника Пушкину в Москве, а там стоят молодые люди, читают друг другу стихи. Всего этого наш современный город лишен. Я не буду там говорить «Ах, как жаль, что этого нет», или «Ах, как хорошо, что этого нет», просто, да, как факт. И здесь мы переходим к советским городам. Отличия режима дня в Ленинграде и Санкт-Петербурге наиболее значительные. Из чего они вообще проистекают? Если раньше в Ленинграде значительная часть населения была занята на заводах, где раннее начало рабочего дня, фиксированный рабочий день, сейчас подавляющая, наверное, часть населения занята на офисной работе, где-то также относительно стандартизируя начало рабочего дня, но оно более позднее. Другое отличие – транспорт. Ходил дольше в Ленинграде по сравнению с нынешним Санкт-Петербургом, по крайней мере, это касается метро. Не все сейчас помнят, но до 92-го года метро было открыто на вход с половины шестого до часа ночи. Как сейчас, московский метрополитен работает. В 92-м году его сократили до половины первого, и затем, по-моему, уже при Яковлеве. Да, в 96-м конечные станции стали на вход работать до нуля. То есть час ночной жизни, по сути, был украден. И теперь мы постоянно думаем о том, как бы не опоздать на метро, если учесть, что оно по-прежнему остается, наверное, единственным видом транспорта, который связывает все районы города и более-менее регулярен, и мы можем не стоять и не ждать его полчаса на остановке, не зная, придет оно или нет. Собственно, да, объекты потребления закрывались гораздо раньше, и здесь забавное сходство с современной Европой. Сколько там тоже, как мы сейчас увидим, ну, опять же, многие наверняка бывали в Западной Европе, все закрывается относительно рано. И для нас непривычный их график работы, для них непривычен наш график работы. Иностранцы вечно удивляются, попав в наш город, как банк может работать до восьми, почему продуктовый работает до десяти, и почему, не знаю, круглосуточный книжный магазин. Что это такое? Ну, это действительно их поражает, да, но это же не только Санкт-Петербург свойственно, это свойственно и Москве. Понятно, что у меня данных больше по Санкт-Петербургу. Вот, да, это касается, естественно, не только обычных магазинов, то есть, ну, задача магазина была, чтобы люди с работы ехали и в нем что-то купили. Часто люди не успевали, поэтому, да, были распространены практики, как там покидание рабочего места в обеденный перерыв, чтобы что-то купить в магазине, потому что вечером ты либо не успеешь, либо этого уже не будет. Школьники после школы, потому что школа заканчивается раньше, чем работа, идут в магазин, чтобы что-то купить и так далее. Ну, и семьи были, размер семьи был больше, поэтому, да, там бабушки и дедушки, которым нечем заняться, могут днем сходить в магазин, опять же, как-то социализироваться. Да, естественно, не было баров и клубов, ну, грубо говоря, не сидеть дома, да, а пойти пообщаться с, собственно, другими бабушками и дедушками. Вот, естественно, не было, практически не было баров и клубов. И последнее, это меньше страх ночных улиц, то, о чем я уже сказал. Следующее. Переход из Советского Союза в Россию, из Ленинграда в Санкт-Петербург, из плановой экономики в рыночную. Что сменилось и что произошло? Во-первых, сократилась работа метро и вообще транспорта, как я уже сказал, то есть автобусы стали ходить. Опять же, это сложно немножко подтвердить расписанием автобусов, но, по крайней мере, по разговорам со старшим поколением автобусы ходили несколько дольше. Опять же, да, поскольку они, понятное дело, были привязаны к метро. То есть, ну, самым распространенным видом транспорта, особенно если ты живешь в спальном районе, было метро плюс автобус. Автобусы по этой причине ходили дольше. Рост уличной преступности в начале 90-х, и произошел некий отступ ночного фронтира. В то же время на этом фоне возникли 24-часовые магазины и 24-часовые ларьки. Да, вспоминаю прекрасную рекламу ларьков, когда что-то там... Захотел отдохнуть и выпить что-нибудь, магазин закрыт, и в ларек лежит твой путь. Поскольку ларек работает, он работает всегда, он работает 24 часа в сутки. Опять же, да, трудовой кодекс у нас был значительно либо ослаблен, либо просто стало возможным его нарушением. На советском заводе переработка вряд ли была представима, если это только не в рамках какой-нибудь трудовой инициативы, спущенной снизу или исходящей... Извините, наоборот, исходящей снизу или спущенной сверху, но так или иначе. Это другая смена. Да, иногда, опять же, многосменные заводы, это то, о чем я чуть-чуть забыл здесь упомянуть, существовали многосменные заводы, где, собственно, 24 часа делятся на 3 смены по 8 часов, и завод работает постоянно, он не останавливается. Да, изменилась, естественно, структура занятости, изменился режим жизни, схема миграции, размещения и режима работы точек потребления. Ну, это такие достаточно очевидные вещи. К сожалению, за нехваткой времени не буду на них останавливаться. Нельзя сказать, что экспансия... Да, происходит экспансия в ночные часы. То, что в Америке зафиксировал Мелбин в 70-е, то, что на самом деле начало происходить раньше в 50-е и в 60-е у нас, активно начало развиваться в 90-е и 2000-е. При этом нельзя сказать, что эта экспансия постоянно и однонаправленно. Что-то отстает, как, например, транспорт. До последнего момента, да, у нас не было ночного транспорта в принципе. Метро закрылось, автобусы перестали ходить, все, до утра такси поймать можно разве что. При этом, да, не было ночного транспорта и в Москве, его нет и сейчас, хотя метро там закрывается на час позже. И только, сколько, год-два назад у нас были введены ночные автобусы. Опять же, любопытный момент, когда они ходят, они ходят с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье. То есть понятно, что их основной категорией являются люди, которые, скажем, проводят свое свободное время, а не работают по ночам. И, да, иногда что-то забегает вперед и потом откатывается назад. Опять же, Дом книги, в пример, который уже приводил, какое-то время он работал 24 часа в сутки. Затем стало ясно, что, по крайней мере, вне туристический сезон это абсолютно бессмысленно. У них стал открываться только первый этаж, тот, на котором, собственно, там путеводители Петербурга для иностранцев фотоальбомы. В конце концов, сейчас они перешли на режим работы с 9 до полуночи, что в любом случае дольше, чем любой книжный магазин в Западной Европе, наверное. Но, тем не менее, да, не круглые сутки. И есть у меня еще ряд наблюдений. Опять же, потому же, что заведение сперва переходит на круглосуточный режим работы, но быстро понимает, что это невыгодно. Нет такого количества посетителей, которые могли бы обеспечить функционирование заведения в ночные часы. Последний интересный момент – это запрет продажи алкоголя по ночам полный. Если раньше магазины существовали за счет пива продуктовый, то теперь и его запрещено продавать. И многие магазины стали работать не 24 часа, а до 11 вечера. То есть до того момента, когда можно продавать алкоголь. Например, сеть Норман крупная, которая специализируется на алкогольных напитках, да, раньше она выживала за счет пива. Теперь ей выживать не за счет чего ночью, поэтому в 11 вечера она закрывается. Поскольку, да, там торговать одними орешками после 11, ну, это явно убыточная экономическая модель. Следующее. Что вообще из 24-часовой? Гигантский, на самом деле, список. То есть дело не ограничивается только магазинами. Я не претендую на полноту этого списка. Я составлял его по разным бизнес-справочникам, но здесь явно могут быть пропуски. В любом случае я старался показать просто спектр. Да, у нас есть, естественно, продуктовые магазины всех размеров. От маленьких, там, формата «Три ступеньки вниз» и до гипермаркетов. Естественно, кафе, рестораны, аптеки, стоматологии, травмпункты, цветочные магазины в огромном количестве расплодившиеся, 24-часовые. Книжные магазины, отдельные, да, M-Video, не вся сеть, но как минимум один магазин работает. Юлморт, опять же, да, магазин компьютерной техники. Но он работает 24 часа. Магазин спорттоваров. Ну, естественно, объекты инфраструктуры, которые и должны бы, по идее, работают 24 часа. То есть это главпочтамт, вокзалы, аэропорт, отделение полиции и тому подобное. Скорая помощь, разумеется. Ну и да, очень-очень большой кластер, скажем так, насколько я не люблю это слово. Но, тем не менее, группа компаний, связанных так или иначе с интересами автолюбителей. Да, это шиномонтажные мастерские, магазины автозапчастей, автосервисы, автомойки, все, что угодно. Вот для автомобилиста ты найдешь в любое время суток. Естественно, да, нельзя сказать, что там город покрыт этими заведениями равномерно, но они есть, так или иначе. Ну и там совсем уж какие-то специфические, вот, да, вроде фитнес-клуба 24-часового, не знаю, ветеринарных клиник и так далее. Следующее. Баня Люкс. Баня Люкс, да. Здоровительный центр условный. По крайней мере, они так себя именуют. Не забываем про телевидение, радио и интернет. Опять же, для нас мы постоянно живем сегодняшним днем и забываем оглядываться назад. И для нас, если оно есть сейчас, то оно было всегда, и это очевидно. На самом деле, совсем не так, да. Радио. Появление радиостанции – это начало 1920-х годов, по крайней мере, в США и в Западной Европе. Круглосуточные радиостанции, по всей видимости, появились в 30-е, но широко распространились только в 50-е. То есть прошло 30 лет от внедрения до появления круглосуточного. Для примера, BBC британская стала круглосуточной радиостанцией только в самом конце 70-х. То есть, ну, почти в наше время. Телевидение. Появление телевизионных станций – самый конец 20-х, начало 30-х. Круглосуточное телевидение появилось, по всей видимости, опять же, с лагом примерно в 30 лет, то есть в 60-е, распространилось в США в 70-е. Советское телевидение. В 80-е оно работало с 8 утра и заканчивало вещание где-то в районе 11-12 часов ночи. Следующий слайд. Постепенно сдвигались часы работы. Здесь я взял советский первый канал, ОРТ, и снова первый канал, как он теперь опять называется. Выяснилось, что он стал круглосуточным 10 лет назад ровно. Да, опять же, сейчас сложнее найти канал, который не круглосуточен, чем тот, который прерывает вещание. Ну, то есть сложнее найти канал, который прерывает вещание, а не остались. Там культура, в частности, не показывает ночью какую-то часть ночи. Ну, вот, видимо, они тоже так считают. Но, тем не менее, да, прекрасно видна вот эта тенденция очень показательная к постоянному увеличению часов работы. Первый канал, я мог бы взять любой другой канал, картинка была бы та же самая. И, наконец, следующий слайд. Мы решили не останавливаться все-таки на теоретизировании и попытке рассмотреть разные аспекты, провести небольшое исследование, по крайней мере, начать проводить. Повторюсь, эта тема была утверждена, по-моему, в январе или в феврале, поэтому времени у меня, к сожалению, было не очень много. Это, вообще говоря, Берлин. Да, я опирался, сейчас скажу почему. Я уже упоминал лондонские исследования. В Берлине было проведено очень хорошее исследование, на мой взгляд, ночной жизни, ночной активности. В 2008-2009 году Берлинским университетом под руководством профессора Дитриха Хенкеля они выбрали три модельные зоны, составили карты ночных активностей, ночных объектов потребления и так далее. Там очень много как эмпирики, так и неких тезисов, которые они выдвигали. В итоге мы выбрали три модельные зоны на Васильевском острове, в Васильостровском районе, простите. Не случайно, да, северо-запад, условный юго-запад и условный восток. Северо-запад, это у нас ближайшие окрестности станции метро Приморская, классический спальник с многоэтажками. Население, да, мы старались подобрать зоны, во-первых, так, чтобы они были разными по времени застройки, по, собственно, да, по типу, то есть это явный спальный район, это почти центр окрестности метро Васильостровская, и это юго-запад, часть Васильостровского района, максимально удаленная от станции метро, да, с наименьшей транспортной доступностью, но при этом застроен, да, северо-запад, это у нас многоэтажки, спальный район, около 10 тысяч человек, да, и мы старались еще, чтобы население и плотность примерно совпадали, это почти получилось. У северо-запада по понятным причинам плотность населения чуть повыше, там до 400 человек на гектар, годы постройки домов в 70-85. Юго-запад, это у нас население около 7-8 тысяч человек, плотность 310-340 человек на гектар, и годы постройки домов делятся поровну примерно между 1910-ми и 1950-ми. То есть это такой поздний модерн и сталинки. И, наконец, последняя модельная зона, это Восток, метро Васильостровская, население около 6,5-7 тысяч человек, плотность 310-330 человек на гектар, и годы постройки рубеж 19-20 веков. Далее. К сожалению, очень плохо видно. Не знаю, может, свет выключится. О, прекрасно, да. Ну, собственно, ночь зажглись все фонари. Только ненадолго, потому что у нас видео тогда не видно. Жаль, хорошо, ладно. Хорошо, я постараюсь побыстрее. Здесь мы, собственно, внесли, пользуясь базой компаний Дубльгиз, не совсем полный, но некоторые очевидные косяки нами были выверены уже с помощью исследований на местности. Мы распределили все по четырем условным группам. Это общепит, продуктовые магазины, торговля, пресс-услуги и социалка. В социалку попали государственные библиотеки, детские сады, школы, разнообразные государственные учреждения, там консульство в двух случаях. Ну, в общем, понятно. И, да, большие красные кружки, чтобы сразу не было вопросов, это, естественно, торговые центры. То есть, да, это у нас торговый центр Остров, бизнес-центр Магнус и торговый центр Гаванский. Не знаю, как он там сейчас называется. Бизнес-центр, может быть. Вот. Это максимальная картина распространения. То есть, да, это вот, грубо говоря, день, все разглось, и все горит, все работает. Следующий слайд. 22.00. Как видно, погасло почти все на юго-западе. Это у нас юго-запад, это у нас северо-запад, это у нас восток. Продолжает гореть восток полностью, да. Почти погас юго-запад, и еще что-то продолжает гореть на северо-западе. Следующий слайд. Два часа ночи, пятница. Да, погасло почти все. То есть, погас юго-запад, погас северо-запад, и осталось гореть только отдельное заведение на востоке. Причем хорошо видно, что, да, станция метро Приморская вот здесь. То есть, хорошо видно, что все, что ближе к станции метро, по понятным причинам продолжает работать дольше. Так, я, наверное, зажгу свет обратно. Вот, естественно, я сравнил это все с Берлином, то есть, с теми данными, которые берлинские коллеги получили. Выяснилось несколько, опять же, возможно, очевидных, но, тем не менее, любопытных фактов. Во-первых, сдвиг активности, ну, в России, грубо говоря, активность сдвинута на более поздние часы. Да, если в Берлине розничная торговля в основном открывается в 9 и в основном закрывается в 6 вечера, я сейчас говорю, да, розничная торговля – это все, что не продуктовый магазин. То есть, там, не знаю, магазин спорттоваров и так далее. Максимум до 8 вечера. По субботам с 9 до 3, соответственно, и в воскресенье не работает почти ничего. То в России, в Санкт-Петербурге, максимум открытий в данных зонах везде приходится на 10 часов утра и максимум закрытий на 20 часов вечера. На 8 часов вечера, простите. Продуктовые магазины в Берлине открываются в 6-7 утра и закрываются в 7 вечера. Да, почему они открываются в 6-7 утра? Потому что четверть примерно, если не больше, всех продуктовых магазинов – это булочные. То, чего современный постсоветский город, по сути, лишен. Да, то есть у нас нету почти, да вообще, наверное, нету ни одной булочной, которая открывалась бы в 6, может быть, при хлебозаводах, разве что. Две булочные, которые есть в модельной зоне Востока, открываются в 8 и не раньше, но, соответственно, и закрываются позже. Вот этот вот очень интересный лаг, то есть количество часов работы может быть примерно тем же самым, но по сравнению с Берлином наше время работы сдвинута на более поздние часы. Да, и там интересно еще прослеживаются доминанты. В Берлине с 9 вечера и до 5 утра тотально доминируют бары и рестораны. Практически не работает больше вообще ничего. Это не значит, что все бары работают до 5, это просто говорит о том, что вот эта часть времени, да, это тотальное время доминации баров и ресторанов. И с 6 до 8 утра, забавный момент, работают только продуктовые магазины, по сути. Ну, опять же, в первую очередь, это булочные. Я на секунду буквально выключу свет обратно, просто чтобы показать. В Санкт-Петербурге картина совершенно иная. Представлены почти все виды активности. Да, ну, отбрасывая... Да, на юго-западе вообще нет, например, ни одного ресторана, который работал бы 2-4 часа. Но при этом там какие-то совершенно неожиданные учреждения, работают по 2-4 часа в сутки. Повторюсь, желтым это продуктовые, красное это у нас торговля плюс услуги. Да, то же самое в районе станции метро Василиостровская, где можно было бы предположить, что должны доминировать бары и рестораны. На самом деле они идут практически наравне с разнообразными торговлями, с разнообразными, простите, уже заговариваюсь, услугами. Причем, опять же, спектр широчайший. Это и мини-отели, и, не знаю, какие-то магазины могут работать 2-4 часа в сутки. Интереснее всего оказался Север-Запад. Здесь 2-4 часа в сутки работает, по-моему, ломбард и вот что-то подобное. То есть совершенно неожиданный набор получается, который ты никак не ожидаешь увидеть. Естественно, 24-часовой продуктовый, естественно, какой-нибудь бар и ресторан работает до поздней ночи или до раннего утра, как кому приятнее. Но какие-то совершенно выскакивают непонятные учреждения, которые никогда не выскочат в Берлине, которых там просто нет. К сожалению, не попали все картинки, но прошу поверить мне на слово. При этом ночная активность продолжается даже в тех районах, понятно, что ее плотность гораздо меньше, но продолжается даже в тех районах, которые от метро удалены, и там нет никакой ночной активной публичной жизни, то есть там нет фланирующих людей. Естественно, здесь у нас 6-7 линия, на которой, мне кажется, разве что в минус 30 в 4 часа ночи в январе нельзя никого увидеть, и то, может быть, встретите кого-нибудь. В остальное время она всегда либо забита народом, но так или иначе люди на ней присутствуют. Сколько у меня времени? Наверное, нет. 3 минуты. Отлично. Следующий слайд. Зачем это все вообще нужно? Хороший вопрос, который нас любят в географии часто задавать. Второй хороший вопрос, не слишком ли это социологично. Я надеюсь. У нас присутствует явный недоучет времени в территориальном планировании. Функциональное зонирование и территориальное планирование сконцентрируются исключительно на пространстве, постоянно забывая про время. Может быть, и наверняка это хорошо, если мы, не знаю, планируем муниципальное образование где-нибудь на севере нашей родины, но наверняка это очень плохо, если мы планируем и зонируем городское пространство. Да, поскольку здесь у нас есть не только пространственные зоны, но у нас функции живут еще и во времени, не только в пространстве. Следующий слайд. Обещал я сказать в абстракте о возможных последствиях. Возможные последствия. Бизнес концентрируется только на предприятиях с максимальной отдачей. Это, ну, понятно, мини-отель и гостиница работают 24 часа в сутки. В подавляющем большинстве это либо бары, либо продуктовые магазины. Причем продуктовые магазины сейчас явно будут сокращать время своей работы, поскольку, да, повторюсь, значительную долю их выручки по ночам составляла алкоголь. И ясно, что многие из них станут переходить на более сокращенное время работы. Концентрируясь только на этих двух функциях, мы рискуем получить центр молодых для молодых с одной единственной функцией. Да, у нас есть 24-часовый магазин, но у нас нет 24-часовых библиотек, которые, например, есть в Праге. При этом, да, центр Праги в 4 часа утра летом тоже не представляет собой прекрасного зрелища. Следующий слайд. Это, правда, не Прага, это Кардив. Знаменитая серия фотографий, в свое время облетевшая весь интернет, в том числе и русскоязычный. Польский уроженец живет в Кардиве несколько лет и ведет своеобразную фоторегистрацию в физиологии тамошних чавов, как это называется. Гопники будет близким аналогом, но не полным. Да, часто еще используется такой термин, как white trash. Не желая никого задеть, да, просто термин. Вот. Так выглядит типичная пятница, вечер пятницы в Кардиве. Причем это неважно, это может быть праздник, не праздник, лето, зима. Понятно, что летом люди будут одеты теплее, осенью наоборот. Летом будут люди одеты легче, осенью чуть теплее, но суть не будет меняться. В Британии очень долгие годы ведутся споры. У них вообще вся концепция 24-часовых городов тесно завязана на лицензии об алкоголе. Там это постоянно говорится о том, что вот мы разрешили продавать лицензии на алкоголь, мы оживили наши центры наших городов, но посмотрите, какой ценой. И постепенно они начинают приходить к выводу, да, при этом вот это очень активно поднималось на щит буквально еще 10 лет назад. Сейчас они начинают говорить о том, что, возможно, да, концепция 24-часового города, в котором никто никогда не спит, по крайней мере, тесно завязанная на продаже алкоголя, может быть, это не та городская философия, которую мы хотим видеть для городов в 21 веке. Следующий слайд. Ну, да, Кардив, собственно, да, многие узнали, наверняка, это место. Это Думская. Понятно, что это специфический момент. Во-первых, это лето, во-вторых, это после алых парусов. Но, тем не менее, да, вы разницы не найдете, абсолютно никакой, и даже одеты люди примерно так же, поскольку мода интернациональна и глобальна. Вот поэтому, да, говоря о последствиях и говоря о том, зачем это нужно, в том числе, наверное, это нужно, чтобы мы не получали на выходе, да, вот единственный такой вот образ городского ночного центра, да. Следующий слайд. Выход я вижу только один. Потенциально это максимальная диверсификация ночной жизни, да, грубо говоря, 24-часовый магазин – хорошо, 24-часовая библиотека – еще лучше. Собственно, на этом, наверное, все. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Увидите ваши вопросы. Да. Я на тебя отодвинусь, чтобы видеть всех. Никита, местный и ясный сколов. Спасибо огромное за доклад, очень интересно. И вот инновации приходят с периферии, да. Вы сказали, что это первый, только руки, значит, это самое, посыпали тальком. Вот, очень удача, по-моему. И для нас всех очень полезно, потому что много нового. Вообще никогда не слышно получилось. И вообще хотелось бы вам сделать предложение от центра изучения диверсификации, потому что мы его вынесем за скобки. У меня вопрос, я даже не знаю, какого рода это могло бы быть исследование, но вот уже эта тема пошла в конце вашего выступления по поводу того, что вот библиотеки ночью не работают. Вообще-то, да, есть категория заведений, которые работают и которые все-таки нет. Как выглядит, я даже не знаю, как это назвать, это не субкультура, это какой-то вот... Во-первых, есть ли люди, которые живут ночью? И если они есть, и если даже нет, если мы их можем вымыслить, то вымыслить. Какое-то такое сообщество, что она собой представляет? Что это за люди, да, и вообще, что это за типаж такой мог бы быть, да, живущий без библиотеки, но с баром. И так далее. Есть ли что-то такое, какие-то исследования на эту тему, либо, может быть, какие-то соображения? Прекрасный вопрос. Я сейчас отвечу на него. Сперва я хотел бы сделать то, что я забыл сделать в начале, поблагодарить человека за пультом, Леонида Андерхова. Мы его, скажем так, с автором в нескольких исследованиях, поскольку, да, прекрасные карты, это наша с ним общая работа, и в первую очередь его. Сколько я совершенно не владею ни фотошопом, ни чем прочим. Вот, в общем, ему должна достаться львиная доля аплодисментов была. И еще один человек, к сожалению, тоже забыл сказать в самом начале, Юлия Мэтцнер, мой очень близкий друг и моя коллега, защитившая в Сорбонне магистрскую диссертацию по ночному транспорту. И вот, наверное, ее диссертация стала, скажем так, последней соломинкой, после чего я решил, что хватит, пора и в России заняться этой тематикой. Вот, теперь, собственно, перейду к ответу на ваш вопрос. Очень интересный вопрос, поскольку эти категории, да, вот эти ночные жители, они меняются со временем, они меняются от города к городу. Когда я искал данные о том, где же теле- и радиостанции начали первыми быть круглосуточными, я открылся на совершенно потрясающую цитату на каком-то форуме, то ли радио, то ли теле-любителей, о том, что Питтсбург в 50-е годы был почти 24-часовым городом, да, поскольку Питтсбург был столицей стрелетейной промышленности США, черной металлургии. И вот эти вот многосменные заводы, которые были в советское время, да, постоянно, то есть, да, там, человек пишет, что некоторые из нас еще могут помнить бары, забитые битком в 6 утра. Не потому, что там люди с ночи в них сидят, а потому, что они со смены пришли. То есть, бывают, да, вот такие вот, 24-часовые города, и бывает такое население. Понятно, что ему нужен, наверное, полный спектр, потому что оно идет с работы, хочет себе что-то купить, и ничего не работает, да, у нас продуктовые, ну, грубо говоря, не весь спектр продуктовых представлен в 6 утра, мало их часть. Что касается современных... Я, извиняюсь. Да, вполне возможно. Ты работал нашим продавцом в студенчестве, вот я знаю, просто невозможно. Я охотно верю, да. Но есть определенный, да, снова, переходя к вопросам ночной экономики. В США есть подробные исследования эту тематику, их бюро статистики по вопросам труда ее собирает, у нас, к сожалению, опять же, люблю ругать нашу статистику, но ничего другого просто не остается. По их наблюдениям, 4-5% населения постоянно занято в ночные часы. То есть, ну, ночные часы у них там определяются, как, по-моему, с 9 вечера и до 6 утра, что ли. То есть, да, может быть, это не огромная доля, то есть это не 10, не 20, не 50, но, тем не менее, эти люди есть, они работают, и очевидно, что они ничем не хуже других людей, и, наверное, им тоже должен быть предоставлен вот спектр потребления, который есть у всех остальных людей. Значит, они приходят с работы, ложатся спать, просыпаются, а, извините, государственные учреждения уже закрыты, потому что они до 4-х сегодня. Вот. Если говорить о наших городах, да, ну, понятно, что там это будет отличаться, опять же, от города к городу. Если говорить о условном Санкт-Петербурге, я, к сожалению, не берусь сейчас ответить полностью на ваш вопрос. Понятно, что у нас резко снизилось число занятых в промышленности, отпала надобность почти в круглосуточных сменах. Естественно, есть там что-то, работа, чего нужно поддерживать всю ночь, там, теплоэлектростанции, ну, в общем, предприятие непрерывного цикла. Но при современной автоматизации, да, там, два человека могут обходиться на огромном заводе, там, где раньше нужна была тысяча человек. Там, автомобильные заводы часто, конвейер у них идет не прекращая, потому что просто экономически удобнее. Но это какая-то малая доля населения, да, гораздо больше для нас интереса. Вот сегодня говорили о том, что давайте не рассматривать вот эту группу населения, давайте не рассматривать эту группу населения. Я не говорю, что давайте их не рассматривать, но они, наверное, менее репрезентативны, чем вот те, кого я показал на последней фотографии. То есть на данный момент, наверное, у нас центр ночи, да, это город молодых. И, опять же, вспоминая, да, ночной транспорт, он ходит пятница, суббота, суббота, воскресенье. Чтобы люди из баров ехали домой, не для чего другого. Он не возит, не знаю, рабочих кировского завода домой. У них, может быть, своя служебная развозка есть, мы просто об этом не знаем. Вот, ночная. Но так или иначе, да, сейчас, говоря о Санкт-Петербурге в данный конкретный момент времени, скорее всего, это вот условно то, что мы видели на последней фотографии. Понятно, что мы видели, да, такой момент экстремума, когда вот все совсем плохо, скажем так, наиболее алкоголизированное и маргинальное население выплескивается на улице, да, потому что Аллы Пруса — это момент, когда почти все молодое население выходит на улицу. То есть я прекрасно помню, да, что там встать негде. Там буквально как бы город забит, и оценки показывают, что несколько сотен тысяч человек вышли на улице. Это максимальный масштаб, наверное, для города, больше он просто не влезет в центр. Но, да, если мы сожмем это там в 10-100 раз, как-то экстраполируем, то, наверное, получим примерно такую же картинку, чуть более облагороженную, возможно. Как-то так, я надеюсь, что я ответил. Еще вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, я хочу Никите и Дмитрию, как бы, и всем присутствующим сказать, что в октябре у нас была защищена диссертация кандидатская по ночной и дневной молодежи. Это даже было вынесено в название. Ну, не потому что я хочу сказать спасибо в такой форме, мне показалось, она мне интересна, чего она так делала. И там, кстати, речь шла о том, что ночная молодежь, скорее продвинутая часть молодежи. Ну, это можно посмотреть, Наталья Легостаевна, автор. И, прошу прощения, что я на свой доисторический опыт ссылаюсь, но вот в советское время по поводу вот этого постоянного временного режима, поскольку он важен, там было же очень много практик адаптации, которые сейчас уже как-то скрылись. Ну, в частности, свидетельство, поскольку работала сама на электросилене год, цеха и инженерный бытовой корпус начинали работать с 6.45 до 8. И на входе в метро никогда не было пробок, ну, допустим, конец рабочего дня, и никогда не было перегружено эскалатор. То есть, почему сейчас это не используется, ну, допустим, на Василия Ацровской, я уму не постигаю и все такое. Ну, тогда это было совершенно нормально. И вообще вот эта всякая советская трудовая дисциплина, это отдельная вещь, это нужно... Вообще это имеет смысл, пока еще люди помнят, исследовать, потому что, ну, было миллион разных практик, как лучик, как денег, кино, ну, каких, ну, как бы, квадекультур, на другой стороне, на другой стороне могу сказать, что было совершенно невозможно, имея детей и не имея бабушку, успевать, например, режим работы детского сада. Я не знаю, что сейчас с детскими садами, но раньше воспитательницы жестко требовали, чтобы детей забирали до того времени, когда заканчивалась работа. Вот поэтому всяких, вообще-то, много интересного всего с этой самой дисциплиной. И не нужно думать, что сейчас она, по-моему, сейчас она вовсе тогда же жестче. Спасибо. Да, как раз я только огромный сторонник обращения к советской практике, потому что там действительно было очень много интересных наработок об обеспечении беспрерывности рабочего цикла, о том, как нам тогда формировать потоки населения и так далее. Тот же Мелбин, он ссылается на советские работы, которые у нас, ну, я не берусь сказать прочно забыты, но, по крайней мере, да, мало вспоминаются, скажем. Ну, о физических практиках тогда не писали, потому что они так или иначе были, ну, они, конечно, не были криминальными, но они были серыми визуственными практиками. Вот поэтому... Ну, в первую очередь писали именно вот о том, как заводы должны работать, грубо говоря, а не о том, как люди должны в магазины ходить. Пожалуйста. У меня вопрос. Вот ты сравниваешь, что в Европе, в большей части, да, там, магазины закрыты в выходные, вечером, там, в шесть, и в выходные практически не работают. Вот у нас более дикое состояние ночной жизни работающих всяких учреждений, оно, на твой взгляд, только экономические, ну, из экономических причин, то есть там дороже платить там после шести людям, и, не знаю, по трудовому кодексу им нельзя, или все-таки есть какие-то иные причины. И параллельно вот рассказывал, он показывал, как первый канал входил в ночную жизнь, а в Европе сейчас каналы все тоже круглосуточные, или там так же, как и учреждения, они более... Это хороший вопрос. Я тебе сразу отвечу про каналы. Я не знаю, как каналы в Европе, совершенно не интересовался европейским телевидением, но это очень интересный момент. Да, а что касается того, почему. Здесь ответов много. Первое, это действительно трудовое законодательство. В Германии есть прямой федеральный закон, запрещающий работать по воскресеньям. Там есть отдельные заведения, которые работают по воскресеньям, но всегда это там вводится множество оговорок того, что там, ну вот кроме того-то и того-то. Естественно, да, очень... Ну, история борьбы там европейских левых, не только левых, за трудовые права, она десятилетия насчитывает и уходит к Марксу Энгельсу. Поэтому, да, действительно, то, чего они сейчас добились, этот фиксированный рабочий день и раннее окончание работы, это, ну, видимо, заслуга, скажем так, социального общества, не говорю социалистического. Поэтому, да, частично, естественно, у нас проще нанять гастарбайтера, который знать не знает и слыхом не слыхивал о трудовом кодексе, он будет работать в 24-часовом магазине. За другой стороны, вопрос в том, что если мы введем жесткий трудовой кодекс, и у нас все будут уходить с работы в 6, где будет работать этот гастарбайтер и, как бы, вообще, будет ли для него сфера занятости. То есть, как бы, да, есть короткий ответ «да», это часто напрямую связано с трудовым законодательством. Длинный ответ включает в себя ответ о, вообще, скажем так, культурах наших разных народов, да, потому что, и о культурах потребления, в первую очередь, потому что для немца или для француза нормально выйти из дома в 6 утра, сходить в булочную, купить багет, вернуться и позавтракать. Я с трудом представляю себе российского человека, который утром в ноябре выходит из дома, тащится в булочную, покупает батон, да, вообще выходит из дома, пукает батон, потом идет домой и завтракает. Да, лучше всего, опять же, я здесь часто обращаюсь к художественным произведениям, может быть, слишком часто. У Эриха Кёснера в одной из его книжек было о том, как вот он утром бегает по разным лавкам, то есть он не ходит за одним батоном, он утром бежит до школы, в лавку покупает керосин, в другую лавку покупает батон, в третью лавку, там, не знаю, покупает картофель, а потом возвращается домой и завтракает. Вот, и потом уже идет в школу. Совершенно разные практики, простите меня за использование этого слова, я чувствую себя так, как будто я не вправе его использовать, но, тем не менее, да, совершенно разные практики, совершенно разные культурные особенности. У нас и раньше в советское время, когда магазины работали, открывались раньше и закрывались позже, вряд ли кто-то бегал утром в магазин. Может быть, были отдельные такие ситуации, да, ну, вот, грубо говоря, сели завтракать, батон нет, да, кто-то младший из семьи сгонял, но, тем не менее, вряд ли это было общим правилом. Вот, поэтому, да, и трудовой кодекс, и культурные особенности, и, наверное, ну, наверное, на этом двом... А, есть еще третий момент, который, да, потому что, когда я залез в эту тему, в какой-то момент я понял, что я читаю заметки по биологии, потому что, да, еще один вопрос, который я совершенно здесь не затронул по нехватке времени, это вопросы ночной светимости и освещения. Наши, как ни странно, Санкт-Петербург освещается, например, гораздо лучше, чем Берлин. Во множестве мест Берлина темно так, что хоть глаз выколи. Причем, да, это достаточно тебе свернуть, там, с условной интердерлиндом на соседнюю улицу. Вот. Санкт-Петербург освещен гораздо лучше, как бы нам это не казалось странным. И здесь вот наступают такие моменты, когда, да, приходится лезть в какую-то хронобиологию, то есть отрасль биологии, занимающаяся взаимодействием человека с временем, да, и пытаться понять там, да, и вообще в использовании времени и пытаться понять, вот то, что норвежцы встают на час раньше немцев, это как-то обусловлено тем, что норвежцы зовут Север, и у них вот солнце по-другому светит, да, я не буду там уходить в географические термины. Ну, вот, да, и здесь опять же, а что из этого часть культуры, а что из этого часть культуры, но связано с там, вот сменой дня и ночи, да, потому что следуя этой логике в Мурманске должны не спать полгода, а полгода спать, но так же не происходит. Вот, здесь как бы это уже третий такой, это не ответ, а это, скажем так, моя мысль по поводу того, как еще можно посмотреть на ответ на этот вопрос. А первые два вот ответа. Прошу по первому. Ну, я хотел как раз спросить, ну, мне кажется, ну, последний тезис, который я прозвучал, был о том, что в ночи нам нужно как-то развивать разнообразие и так далее, только с публичными местами до этого. Вот, нам нужно как раз разнообразие и все такое. Вот я, например, сам могу за себя сказать, что да, иногда мне очень не хватает как голосуточной библиотеки. Вот очень хочется действительно в ночи пойти, сесть и учиться. Ну, потому что дома не получается, а дольше не было. В итоге все, идет прахом. О, дома. Просто дома. Тебя еще не судили. Ну, сейчас уже в пункте, да, вот сюда же вопрос к тому, что, допустим, в Европе много ли места, где в 9.30 вечера в университете будут сидеть толпа народу и обсуждать там, не знаю, ночные практики и где-то еще. Соответственно, можно ли это как раз отнести к этим самым культурным различиям? Мы не обязали нашу тесную аудиторию приписать к своего рода вот такому вот удлиненному режиму. Потому что мне кажется, что в Европе на центре ребят, с которыми я общался, там, ну, до 6 вечера в университете, окей, а потом все почему-то занимаются другими вещами. А потом возвращаются в университет, в принципе, работают в блядь. Чуть-чуть не поднялись. Потому что все закроется. В общем, в борьбе, а вопрос еще раз в том, что вот если, допустим, я знаю, что я пошел бы, а многие еще народу пошли в эту библиотеку. И поэтому нужно ли нам это разнообразить, или у нас будет куча разнообразного всего открытого, а при этом наполненный будет, опять же, только бар. Сформулировали вот это образование инфраструктуры для разнообразного потребления, грубо говоря, в итоге действительно потребители или потребители останутся спать, и у нас есть конкретное дизайн, что в итоге формирует, как вы согласились, действительно преобразовав ли этому полученный контингент, который туда будет ходить? Да, первый ответ про то, как в Европе. Там есть 24-часовые библиотеки, в них занимаются студенты. Я тоже был в Европе, я тоже был в Германии. Условная библиотека города Констанс в университете работает всю ночь напролет. Я там видел студентов в очень позднее для Германии время. Я сейчас не берусь вспомнить точное, но автобусы еще ходили, но вот это были последние автобусы, наверное, которые ходили. Да, они могут в 6 уйти, потому что человек не может 16 часов в сутки пройдить в университете, он свихнется. Нужно менять обстановку. Но, да, там часто распространена практика, что человек отучился там положенное время, пообщался со своими друзьями, ушел, не знаю, там пошел, выпил, погулял, но он вернулся и поздно вечером или ночью он работает в библиотеке. Возможность, которой лишен я, как студент российского города, когда библиотека закрывается, ну дай бог, в 8 вечера, в лучшем случае. В 9? Ну, хорошо, в 9, да. Наша в 8, вот. Поэтому... Собственно, да, второй вопрос. Нужно ли нам это открывать? Будет ли кто-то в это ходить? Опять же, да, наверное, нужно исследовать, потому что снова я про себя скажу, что да, я хочу 24 часов в библиотеку, но я один, а людей в городе 5 миллионов. И ты хочешь, да, нас уже бывает. И, наверное, в этом кругу нас будет еще там пара десятков, но снова здесь такой вопрос, должны ли мы, да, как бы, снова, должны ли мы ориентироваться на то, чего больше всего хотят все население, если мы берем вот всю генеральную совокупность, все 5 миллионов, да, если спросить у 5 миллионов, наверное, на первом месте будет ресторан и бар. И это правильно. Я полностью за, я очень люблю бары и рестораны. Это прекрасно. Но, да, город, он состоит из 5 миллионов, и в то же время он состоит из 5 миллионов. То есть, да, у нас есть вот население, есть каждый человек. И поэтому, ну, хотя бы... Там же не нужен весь потребитель, там нужен... Естественно, да. Это, само собой, здесь речь не идет ни о каком бизнес-модели. Грубо говоря, если я вдруг пришу заняться бизнесом и открыть 24-часовую библиотеку, я вылечу в трубу на следующий день. Но, да, беря пример той же Праги, там открытие 24-часовой библиотеки, я сейчас могу наврать и ошибиться, но, насколько я помню, это было чуть ли не под патронажем там правительства Чешской Республики, потому что это был именно такой пиар-проект, да, и если люди об этом знают, они туда приходят. Библиотека Центра Помпиду в Париже, когда я последний раз был в Париже, работал очень долго. Я не берусь сказать про 24 часа, но, по крайней мере, до поздней ночи. Ну, может быть, до поздней... А, там есть ночные автобусы, так что, может, и всю ночь. Вот, так что, определенно у нас, да, если у нас есть люди, которые ходят по ночам в бары и рестораны, которых не было 20 лет назад, определенно у нас есть определен... Извините. Очевидно, у нас есть некая категория людей, которые хочут и в библиотеки ходить, да, я не предлагаю все библиотеки перевести на 24-часовой режим завтра. Не здорово, будет никому, но, определенно, что спрос есть. Я надеюсь, я ответил. Если у нас в городе, мы представим ситуацию, РНБ, например, ну, РНБ на Невском, в самый центр города, начинает работу 24 часа, у нас все равно здесь получится, грубо говоря, куда-то выбраться из этой РНБ 24 часа можно быть только в пятницу и субботу, когда есть ночные автобусы. Хорошо, но... Либо ты приходишь в изоляцию полночи заперт там до 6 утра... Леша, почему ты рассматриваешь... Прости, что я на ты, но мы вроде как знакомы, поэтому... город как некую вот закостенелую субстанцию, где... Слава Полтавченко упустили ночной автобус в пятницу и субботу, все, значит, больше ничего не пустят. И, как бы, да, мы сделаем библиотеку, а из нее никто не сможет уехать. Естественно, как бы, одно идет за другим и вместе с другим. У нас не может быть 24-часовой библиотеки без транспортной доступности, да, но уже сейчас, опять же, заговорили о проекте, который собираются вот вести летом, о том, что, по крайней мере, шаттл-поезд будет ходить с Невского до Горьковской ночи, чтобы хотя бы частично решить проблему разведенных мостов. Непонятно, почему он не будет ходить на Василиостровскую, но, тем не менее. Вот, да, здесь всегда нужно смотреть и всегда нужно понимать, есть ли спрос. Когда запустили ночные автобусы, я помню крики в первую ночь функционирования о том, что это никому не нужно, они действительно возили по меткому Лениному урожению воздух со слабой примесью людей. Никто о них не знал, на остановках не висели там, грубо говоря, расписания, вообще указания на то, что здесь ходит ночной транспорт, нигде о них не было написано, они ездили, вот они возили там пару сотен человек за ночь, все пять маршрутов. Сейчас ими пользуются тысячи. Это не десятки, не сотни тысяч, но определенно, да, они нужны. То есть я на них, опять же, неоднократно ездил, я думаю, ты тоже. Они есть, они востребованы. Поэтому, да, естественно, должен развиваться и ночной транспорт. Я не считаю, что та ситуация, которая сложилась сейчас, она здоровская, давайте так и оставим, больше ничего вводить не будем. Да, некий вариант того, что, ну, понятно, как очевидно, можно делать, что-то комплексно. Окей, у нас есть, например, бары, у нас есть потребление этого класса, у нас есть, например, библиотеки, а какие еще, ты бы назвал, может быть, какие-то основные такие вещи, которые следовало бы запустить ночью? Ну, смотри, ты, во-первых, сказал только бары и рестораны, да, если мы вернемся к тому списку, ты увидишь, что там масса чего, кроме баров и ресторанов, начиная от магазинов и заканчивая, повторюсь, автомойками. Константский университет открыт все ночь, ты можешь пойти туда ночью, если у тебя есть карточка доступа, зайти, походить и погулять, чего я не могу представить себе в СПБГУ. Я не предлагаю открыть СПБГУ завтра, ночь напролет, но просто как пример. Я бы хотел, да, опять же, мы не обязательно говорим о том, что все должно быть 24-часовым. Я, наверное, не очень точно выразился, да, я говорил именно об экспансии в ночные часы, о продолжении активности. Музеи. Отличный пример. Которые у нас работали до 5-6 вечера, да, и, грубо говоря, я в них не попадаю. Только если выходной или если я работу прогулял. Да, последний указ многими нелюбимого министра культуры нашего говорит о том, что все музеи должны работать, федеральные музеи должны работать в определенный день на несколько часов дольше. Да, и у нас теперь Эрмитаж работает до 9, по-моему, в среду. Ну, это год, по-моему, как. Ну, относи. Нет, по-моему, мы еще уже... Ну, хорошо. Ну, в любом случае, вот это начало шириться. То есть, да, раньше, может, один Эрмитаж работал в один день до 9, там теперь русский музей работает по четвергам до 9, еще какие-то музеи. Наверное, музей один из вот таких ответов на то, что бы я хотел видеть, что бы оно, по крайней мере, иногда работало дольше. Не обязательно круглые сутки напролет. раньше отлазил из них график, который расскажет о 90-10. Другой из него все-таки ночью. Ну, ночь, это очень широкое понятие. У нас, извини, зимой в 5 вечера ночь наступает. Темно, и как бы все домой хотят быстрее. Неважно, где-то. Сказать, Морисе уже нечистоит. Можно спросить? Этот Александр идет социология. Мне, во-первых, хочется немножко расширить список организаций, которые работают ночью. Вот моя мама работает редактором в ночную смену как бы редакции газеты. Потому что она приходит домой не раньше час ночи, иногда в 2-3. В темно, в редакции спортивные газеты. Особенно поздно она приходит, когда матч какой-то интересный заканчивается. Они должны выпустить новостной выпуск к утру. И многие думают о редакции как работают. Это один момент. А второй у меня есть вопрос. Что вы знаете о причинах перевода времени? Зимнее, летнее? И использовались ли какие-то исследования на эту тему? Это очень больная тема для географов, поскольку, как всегда, у географов никто не спросил. Да, это было сугубо волонтаристское решение нашего предыдущего президента. И чем оно обусловлено? Оно обусловлено ничем. Я вот честно могу ответить на ваш вопрос. Географы довольно много писали об объединении часовых поясов, о, собственно, прекращении перевода часов. К сожалению, к мнению профессионального сообщества, у нас редко кто прислушивается. Не прислушались и в этом плане. Зачем так было сделано? Я не могу ответить. Низачем. На социальную ночную жизнь? Да никак не сказалось, по сути. Ну, не переводят теперь часы раз в полгода. На социальную ночную жизнь это не сказалось никак. На вообще удобстве, естественно, это сказалось отрицательно в некоторых специфических чертах. Ну, грубо говоря, да, у нас раньше от Финляндии был час отставания, теперь два, от Норвегии три. То есть, ты можешь пересечь границу с Норвегией там на дальнем севере России в Мурманской области и оказаться на три часа назад. Ну, это бред. Простите, у меня другого слова нет. И, да, повторюсь, это очень больная для географа тема. Географы неоднократно высказывались, в том числе, по-моему, в российской газете была статья, даже, даже в российской газете была статья на эту тему о том, что объединение часовых поясов это странный, ненужный волонтаризм и о том, что, собственно, вот отмена перевода часов в том виде, в котором она произошла, по крайней мере, это что-то странное, никому не нужное, ничего не облегчающее, наоборот, только осложняющее жизнь. Но, повторюсь, да, на вот этом всем не сказалось, наверное, никак. Даньяр. Как, я? Спасибо. У меня следующий вопрос. Есть ли какие-то исследования по использованию ночного интернета? Включается ли это вообще в исследования ночного режима функционирования? Может быть, среди публики ночного интернета как раз и стать к тому публику, которая ходила бы в библиотеке, в музей? Есть. Не включены сюда, но есть, и я знакомился с ними. Естественно, там тоже падает ночью, падает активность, само собой, разумеется, но сейчас не хочу оперировать без точных данных. Но в любом случае есть исследования по активности интернета. И вот, опять же, телевизор, радио. Десять лет назад интернет был, по сути, единственным тем, что работало круглые сутки. То есть, вот в чем был его несомненный бонус, ну, радиостанции, может быть, работали, но кто уже слушал радио в тот момент, по телевизору шли, да, таблицы настройки, либо серый, вот это вот, серый снег. И, по сути, да, в интернете, но в интернете никогда не прекращала жизнь. Здесь очень интересная, опять же, культурная особенность, поскольку, да, Россия страна огромная с гигантским числом часовых поясов, и ты всегда мог найти себе собеседника, да, вспоминая себя там в 14-летнем условном возрасте, когда ты сидел и общался с парнем откуда-нибудь из Владивостока, потому что, да, у вас разные часовые пояса, и вот у тебя там ночь у него день, или наоборот, вот, и так далее. Поэтому это здесь должно быть подвязано, но, повторюсь, да, это большая тема, она, к сожалению, не влезла вот туда, куда должны были влезть телевизоры, туда, куда влезли телевизоры радио. Вот. Наверное, как-то тогда, скорее всего, среди ночных пользователей интернета, в том числе и в первую очередь. Но нас вообще принято рассматривать пользователей интернета как некую высшую касту населения, не совсем понятны мне причины, но, тем не менее, да, у российских социологов, сейчас меня начнут кидать камнями, да, но есть определенные, да, моменты, у наших политических, некоторых политиков, когда они говорят о том, что вот есть люди из интернета, есть и остальные, не учитывая при том, что интернетом сейчас пользуется, по-моему, половина населения активно. Ну, вот. Десятки миллионов людей, да, очевидно, не все из них идут в едином марше. Вот. Куда бы этот марш ни шел. по-моему, вопрос. У меня комментарии из нескольких таких спорадических плоскотистов, потому что один наблюдение у меня был. Когда я работал с закрытыми городами, все те же самые проблемы с ночным городом, там существуют с дневным городом, потому что люди, те самые потребители городской среды, там появляются только один час утром, когда все на работу, один час вечером, когда все с работы. при этом там нельзя пить, потому что там спутники делают или что-то такое. Поэтому, вот как такой усеченный город, в других обстоятельствах вот этот кейс мог бы быть в чем-то попалом. Раз. Второй момент. Петербург, внутреннего чайки, показывает хороший кейс, каким образом она дневная экономика, причем ее географическое выражение, связанное с ночным. 24-часовые здравные услуги такого сегмента, ну, в среднем ценовом уровне, если это вышло, ночные ювелирные магазины, ночные предприятия, ночные спортивные магазины и тоже что-то из этого сегмента. Для тех людей, которые, ну, для джентль-людей, которые переселились в относительно дорогие квартиры центра и весь день уходят на тяжелое зарабатывание и обеспечение так выбранной жизни, ночь уходит на такой досуг. И вот он на них ориентирован. А Москва дает еще два интересных кейса. Последний, который нас отбросит в Берлин и объяснит, почему там есть пустые четырехчасовые библиотеки. Значит, один кейс. У Портова городской среды и ее пропускная способность. люди, которые живут ночью, говорят о том, что ночью свободны улицы, ночью добираемся до, куда нам нравится, ночью свободны фитнесы, ночью нет толпы в магазинах, и весь гегемон спит, а мы живем и пользуемся всеми этими благами практически достаточно для нас диапазонный раз. В Петербурге, наверное, не так это все очевидно. А второй аспект — работа связана с Китаем и Америкой по большей части. Благодаря интернетизации и всем прочим радостям современной цивилизации эта работа связана с тем, что происходит в других часовых поясах. И вот тут появляется как раз таки образ интернешнл сети, который говорит о том, что хоть я и выходил из Бразилии, но у меня обстоятельства жизни загнали из Берлин, но вообще это больше связи у меня с моими бразильцами моими родными. А вовсе не здесь в таких непосредственно контактах служивающих меня. Здесь я только по обстоятельствам жизни, общения или создания смысла контакта у меня там. По этой причине мне даже в какой-то момент стало не хватать вот этого сопоставительного анализа не по перечню функций, а по перечню пользователей. Ну, то есть функции, собранные пользователи в этом смысле я бы так авторюбителей не сбабахивал на 5 пунктов, а сжал бы в один. То-то-то-то в одном пункте. Мне не хватало в таком инфографическом сопоставлении с богатством функций других городов. И тут я понял, что, вообще-то говоря, имеет большое значение, где интернешнл-сети, а где не интернешнл-сети. В частности, беда Петербурга честь, я думаю, побольше сети составит, потому что у нас не настолько интернешнл-сети, чтобы загружать вот это все ночной инфраструктуры. Ну, я с последним комментарием, прокомментирую последний комментарий. Да, я согласен и с тем, что, да, опять же, центр для молодых, то есть, есть люди ночной экономики, которых мы не видим. То есть, если ты окажешься ночью в Праге и ночью в Санкт-Петербурге в 3 часа ночи где-нибудь летом, в пятницу вечером, ты не увидишь разницы. Но очевидно, что она есть. Просто понятно, да, я повторюсь, это вот первый-первый-первый подход, поэтому, а когда я показывал вот эту картинку со спектром, у меня задача была просто вот поразить, скажем так, широтой спектра, потому что я сам, на самом деле, когда я начал выискивать, что же есть 24 часовой, я сильно удивился. Я знал, что да, вот это, 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 но я не знал, что список-то в 10 раз шире. Вот. И это был последний комментарий. Спасибо.